Определили лучших в региональном центре развития образования, подвели итоги муниципального и регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Он проводится впервые Министерством образования и науки Российской Федерации по инициативе президента Владимира Путина. В нашем регионе участие в федеральном проекте приняли более полусотни учеников школ и студентов учебных заведений Ненецкого округа. Быть похожим на своего главного героя – об этом мечтает ученик второй школы Артем Долгобородов. Его герой не Супермен, а Прадед – участник Великой Отечественной войны. Его звали Багдашин Степан Федорович. Он служил в 5-й стрелковой Мугинской дивизии. У него было очень много медалей. Я рассказывала, что мне это все приснилось, как я с ним бегу по полю, там стреляют, мы с ним общаемся. Артем стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. В нашем регионе участие в конкурсе приняли более 150 учеников школ и студентов образовательных учреждений региона. Все участники были разделены на возрастные группы. Конкурс проходил в четыре этапа – на базе образовательных организаций, муниципальный, региональный и всероссийский. На выбор предлагалось несколько тем – биография и творчество Сергея Есенина, литературное произведение о Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война в истории моей семьи и другие. Победители домашних этапов были награждены благодарственными письмами и подарочными изданиями. Авторы лучших работ регионального этапа получили электронные книги от спонсоров проекта. Да, можно высказывать всякие критические замечания, что электронная книга – это не то, что настоящее бумажное, которое приятно держать в руках, которое шелестит. Ну, шелест можно специально подключить, но зато в такую книгу можно записать не то, что всю школьную программу по литературе, но и вообще большой запас всяких книг. Победителями регионального этапа стали четверо жителей округа, по одному в каждой возрастной группе. Именно они представят наш округ на федеральном уровне. Подведение всероссийских итогов состоится в начале ноября. Победителями конкурса станут авторы 100 лучших работ, по 25 в каждой возрастной группе. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений победителей.